Здравствуйте, друзья! На фоне проходящих экзаменов внезапно в интернете стали появляться так называемые агитационные ролики типа «Не списывайте». Вот стал, так сказать, зрителем одного из таких роликов и я хочу, так сказать, сделать свою небольшую видеореакцию на данный шедевр, так сказать. Собственно, сам ролик называется «Не рискуй». Ну, понятно, уже как бы в самом названии такая, можно сказать, агитация. Для начала примечу, что самым смешным является то, что пользователь, который это видео выложил, зовет себя учитель русского и на аватарке у него стоит ЕГЭ-2015. Забавно, стоит сказать, уже даже, так сказать, не начиная просмотр, можно немного повеселиться. У самого же видео 236 тысяч просмотров, 2000 лайков и 400 с копейками дизлайков. Давайте же посмотрим сам ролик. Не, ну я не верю. В России таких вот супер, вот таких современно оборудованных школ я видел единицы. Ну, честное слово. Сейчас большинство школ, которые у нас в районе стоят, это старые добрые советские школы, в которых там максимум покрашены стены. Нет, ну серьезно, это даже не создает образа того, что наша страна как минимум благополучная. Одна из первых тупостей этого ролика уже, можно сказать, проявляется на первых 20 секундах данного агитролика. Агитролика. Что ж, давайте смотреть дальше. Вот представляешь, еще пару месяцев и экзамены, а потом уже студенческая жизнь. Концепция данного ролика уже настолько глупая, что мне даже нечего говорить. Ну серьезно, отличник общается с двоечником, который привык находить легкие решения. Серьезно? Ничего тупее придумать нельзя было? Я, честно, закупил уже много литературы, так что думаю, к ЕГЭ хорошо подготовлюсь. Тут главное, как в спорте. Просто трудиться и все получится, да? Нет, у меня схема более простая. Помнишь Серегу из прошлого выпуска? Так вот он дал мне контакты одного парня, который может помочь. Кстати, не так дорого, как я думал. Нужно просто вступить в закрытую группу в социальной сети, и все, дело сделано. Спокойно ждем появления ответов. Накануне будут. Кстати, это правда, что ответов в этом году не было. Я просто не в курсе. Если кто знает, отпишитесь в комменты, мне просто интересно узнать. Немного забегу вперед. Они первым экзаменом, ну, как, собственно, и положено, будут сдавать русский язык. А вот на этом моменте 1.22 я решил сделать качество получше, то есть 720. И давайте посмотрим, что это у нас здесь. Согласно статье 63 Трудового кодекса РФ, явно не к русскому готовится, правда, дорогие друзья? На самом деле, конечно же, понятно, что это общество знания. Нет, я, конечно, понимаю, что они хотят изобразить, так сказать, что типа отличник и типа готовится. Но нельзя было сделать, если вы на примере русского языка показываете, что он хотя бы к русскому будет готовиться. Ну, смотрим дальше. Привет. Я насчет ЕГЭ. Да. Да-да-да, в 4 буду около метро. И нафига вообще на заднем фоне играет музыка? Она что, должна какую-то драматичность, что ли, добавлять? Наши агитаторы, так сказать, знают ответ. 18 мая. Две недели до начала экзаменов. Даже здесь они умудрились ошибиться. Вообще-то 10 дней, потому что первый экзамен был 28 числа. И да, я, кстати, тоже сдавал. Сейчас будет самое сладкое. Уважаемые участники экзамена. Сегодня вы сдаете экзамен по русскому языку в форуме ЕГЭ. Так, стоп, 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 стоп. А где камера на стене? Там же отчет там было написано, что идет видеонаблюдение. Что, нельзя было хотя бы какую-нибудь дешевую вебку туда было повесить хотя бы для видимости? Ну, что за идиотизм? Во время экзамена запрещается. Ими при себе. Идиот! Зачем ты ее достаешь в классе? Что, нельзя попроситься выйти в туалет, что ли? Создатель, я обращаюсь к тебе. О чем ты вообще думал, когда это создавал? На самом деле я понимаю, что они хотят показать. Но вы посмотрите, какая кривейшая просто реализация. У меня просто слов нет. А вот сейчас будет еще более забавный момент. Приготовьтесь. Так, 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 так. Вот на этом кадре мы отчетно видим, что она смотрит другой преподавательнице в глаза. Следующий кадр, она уже куда-то идет. У нее косоглазие, что ли? Поднимите, пожалуйста, ваши бланки. Так, и опять нету камеры. А вы снастали запрещенный материал. И куда она опять смотрит? Она даже на стол не обратила внимания, чтобы посмотреть, что такое он там достал. А вдруг он достал просто какую-то бумажку из своего кармана? Можно было хотя бы снять кадры, где просто показываются ее зазумированные глаза, где она переводит взгляд снизу наверх. Даже это было бы хоть более-менее логично. Но нет. Создатель решил отделаться вот этим. Отложите экзаменационную работу на край стола. И едва только заметили его бумажку, как сразу же в класс вломилась целая толпа наблюдателей. Честно скажу, когда у нас один человек спалился, его вывел всего один человек. Для вас экзамен завершен. Какого фига он домой не ушел? Че он там сидел, выжидал? Ну что с тобой теперь будет? Результаты аннулируют. Сказали, в следующем году умнее буду. Да, в следующем году будь умнее. Распечатай ответы и иди в туалет. Идиот. Не рискуй. Игра не стоит свеч. Да какое нахрен не рисковать, если я потом все равно в интернете увижу, что в Чечне и в Дагестане все русские сдали на 100 баллов? В общем, данный агитационный ролик, я могу сказать, что-то на уровне нацистской пропаганды. А может быть даже и хуже. В общем, все, что я могу сказать по этому поводу, это просто... Я даже не представляю, на кого эти агитролики рассчитаны. Ну, конечно, возможно, кого-то это заставит задуматься. Но вы посмотрите, насколько все сделано криво, убого и клишировано. Это не выглядит даже как попытка заставить кого-то задуматься. Это скорее просто выглядит как попытка напугать перед экзаменами. Вызвать даже, я бы сказал, обратный эффект. Все более старательно начнут искать ответы, потому что будут знать, что... Если они вдруг не сдадут, то... КОНЕЦ В общем, дорогие мои друзья, не советую я вам смотреть данные агитролики. На этом, я так сказать, думаю, мою видеореакцию можно считать законченной. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...